Всем привет, с вами Михаил и это канал MikePlants, и сегодня я вам покажу, как можно вырастить адениумы из семян. Я давно хотел завести такое бутылочное дерево, но только сейчас добрался до семян. К слову, о упаковке этих семян я уже узнал у знающих людей, что синих адениумов не бывает, поэтому я совершенно не знаю, какого цвета на самом деле у нас вырастут эти семена, но это будет уже сюрпризом. Конечно, если вы гонитесь за какими-то конкретными сортами, то берите только у проверенных поставщиков, а не, как я, первые попавшиеся. Но принцип выращивания будет одинаковый для любых семян адениумов. Перед посевом любых семян я люблю замачивать их в фитоспорине и также немного можно добавить корневина. В таком виде они у меня будут стоять примерно 2 дня. Это, во-первых, улучшит схожесть семян, а также предотвратит различные грибковые заболевания и плесень. Достаточно буквально немного корневина. И теперь все перемешаем. Достаем семена из упаковки. Просто высыпаем вот таким образом воду. Сеять семена я буду вот в такой вот покупной парничок. Здесь у меня вставлена кассета на 6 сеянцев. Также сюда поместится, наверное, еще такая с половиной. Но у меня только 6 семян, поэтому на 6 кассеты хватит. Вообще эталонным грунтом для адениумов является субстрат на основе кокоса. Далее в него добавляются уже различные минералы. Поэтому я такой же и сделаю. В него я добавлю уже различные минеральные добавки. Это здесь перлит, циолит, также небольшая мелкая галька. Ну, вообще по возможности ищите такие ингредиенты, чтобы в них было меньше пыли. Я не стал заморачиваться их сильно промывать и добавил, какие есть. Также циолит у меня здесь добытый из обычного кошачьего наполнителя барсик. Он там приемлемого качества, но, конечно, может быть и лучше. Кокос будет являться компонентом, который будет сдерживать какую-то влагу. А все эти минеральные добавки, они разрыхлители. И, во-первых, будут добавлять аэрацию для почвы. А, во-вторых, будут препятствовать застаиванию воды в грунте. Вообще, адениумы, они практически как суккуленты. Нуждаются в грунте, который максимально воздухоемкий и дренированный. Потому что у них растет большой вот этот вот каудекс, такая вот бутылка, в которую они будут накапливать много воды и дальше же сами ее расходовать по мере необходимости. И если грунт будет сильно влагоемкий, то они очень легко загниют. Итак, перед посадкой в сами кассеты я сначала положу дренажный слой. И из керамзита. Он добавит еще больше аэрации и дренажа для нашего грунта. Кстати, если у вас нет керамзита, вы можете использовать либо крошенный пенопласт, либо какие-нибудь мелкие камушки в качестве дренажного слоя. И так где-то слоя в полтора сантиметра вполне хватит. Далее пришло время заполнить сами кассеты уже грунтом. Для этого я просто засыплю их до самого верха. Семена провели два дня в воде с фитоспорином и корневином. И теперь я их просто укладываю по одному в каждый горшочек. Пока на поверхность. Я, кстати, не смешивал семена из двух пакетиков, так как на упаковке они разных цветов. И поэтому посеял каждый пакетик в свой ряд. Итак, после того, как мы уложили семена, я пользуюсь вот таким вот методом с помощью обычной китайской палочки. Просто их заглубляю слегка, буквально, наверное, на полсантиметра. Сантиметр, если учитывать, еще сверху слой немного присыпки. И так делаем со всеми семенами. Также можно сверху немножко притрамбовать. Далее я все хорошо проливаю с помощью пульверизатора. Кстати, первое время одениумы я только таким способом и буду поливать. Итак, мы посадили все семена. Теперь осталось сделать парничок и поставить это в теплое место, как можно ближе к батарее. Итак, прошло 5 дней с нашего посева. И давайте посмотрим на результат. Из 6 посеянных нами семян, 5 взошли прекрасно. И, возможно, даже 6 проклюнется, но пока что это не точно. Теперь будем ухаживать за нашими сеянцами. Главное их не залить. А пока, если вам все понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и увидимся в следующих видео.